Здравствуйте! Портал Союзбай совместно с Национальным пресс-центром Республики Беларусь проводит интернет-видеобрифинг о реализации программ союзного государства. И сегодня на наши вопросы согласился ответить руководитель аппарата Национальной Академии Наук Беларуси Пётр Александрович Витязь. Здравствуйте! Добрый день! Пётр Александрович, как известно, одной из наиболее эффективных и результативных форм сотрудничества учёных Беларуси и России являются программы союзного государства. А над чем сейчас работает Академия Наук совместно с российскими коллегами в рамках союзного государства? Мы ежегодно выполняем 4-6 союзных программ, очень активно участвуем с различными организациями и заказчиками федеральными Российской Федерации и наше министерство. Но Национальная Академия в этом году выполняет программы, направленные на промень. Это в области электроники, скиф недра, это использование космического пространства и информационных технологий для поиска полезных ископаемых. Мы занимаемся программой картофель томбинамбу, которая сегодня выполняется. И программа по стандартизации сегодня идёт. Вот 4 программы. Значит, остальные программы мы формируем. Поэтому задача, две программы сейчас на стадии уже их формирования. Это программа технологии СГЭ. Она является продолжением наноматериалного технологии, космической техники. И программа «Луч», она будет продолжением программы «Промень». Это с Санкт-Петербургом, прежде всего, это с объединением Светлана и научно-техническим центром и институтом имени Игофа. Институтом физики в Санкт-Петербурге. Ну, а раз проектов, которые готовятся на стадии концепции программ. Поэтому в этом направлении тоже нас 4 программы сейчас на стадии концепции. Интеграция, она по стандартизации космических исследований. Мы пытаемся сейчас оформить программу новую «Бел-Рос-Лакт». В продолжении программы «Трансгенные животные». Вот эту программу. Мы оформляем программу, связанную с молоком, связанную с сегодня в сельском хозяйстве, с добычей продуктов питания для животных, разработкой рационального питания, ну и рад других направлений. Вот это вот направление, шанс формирования новых программ есть. У нас много задумок. Не так давно состояло совместное заседание комиссии Беларуси и России в Москве, где присутствовали и мы, как заказчики НАТО. В основном был Комитет по науке и технологии. Наш от Беларуси и Министерство науки и образования. И проходило это постоянно в Комитете, где обсуждались, что сделано, что делается и что будет делаться. И утвердили достаточно большую перечень программ перспективных на будущее, состоящих около 20 программ.